Что-то в мире опять повеяло ядерным пеплом, прям как перефразируя песню Виктора Цоя «Ядерный пепел на сапогах». Со стороны Украины атаковали газовые вышки в Черном море. И как можно такое действие в принципе назвать? Прям как у тех ребят с черными флагами. А некоторые эксперты предполагают, что таким же образом может подвергнуться и турецкие какие-то объекты или суда, или другие суда. Потому что тот же Гончаренко, который у себя написал на странице о 7 акте, прям как бы намекает, что Украина заставит других с собой считаться. Но тем временем в Украине одной повестки бывает мало. А вот человеку вручили сразу три повестки, прям джекпот. Тем временем Китай увеличил и сделал рекордными закупки российской нефти. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 20 июня день. Сегодня я немножко задержался там по делам, но это не важно. Интересно, вот две новости, которые я отметил для себя. Первая новость принадлежит послу Соединенных Штатов Америки в Украине. И прежде чем продолжить, друзья, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. Там сегодня интересно разместил видео, как заблокировали патруль Соединенных Штатов Америки в Сирии российские войска. Бесконтактный бой от ВСУ, а также тройная повестка одному человеку. Ну а в Украине, как сообщает посол Соединенных Штатов Америки, военнослужащий 82-й воздушно-десантной дивизии армии США находится сейчас в Украине. И она сфотографировалась с ними. Место дислокации, конечно же, не сообщается. Но есть одно видео, где один из наемников из Соединенных Штатов Америки показывает, как он воюет в Украине. Там, правда, непонятно, с какой он тоже вот такой же какой-то бригады. Но, наверное, конечно же, неофициально. Ну а еще, конечно же, новости от экспертов Соединенных Штатов Америки, что в Сирии может произойти эскалация между российскими войсками и контингентом Соединенных Штатов Америки. А это чревато. И поэтому, конечно же, эксперты из США очень боятся, чтобы эскалация как бы не расширилась. И чтоб, так скажем, не завеяло все-таки тем самым ядерным пеплом. Ну а тем временем в Украине, как заявил Кулеба, готов сражаться. Он лично, наверное, с лопатой, даже если западное оружие не предоставят. Уже прям вижу Кулебу, Еленского, других украинских чиновников в окопах с лопатами. Но, правда, скорее всего, что мы их увидим в случае чего-то действительно очень серьезного. С лопатами или без лопат. Ну и явно не в Украине, а где-нибудь под Лондоном. Ну а тем временем Алексей Гончаренко и ряд других уже понесли информационных ресурсов. Заявили, что атаковали газовые вышки в Черном море ракетами. Вопрос, зачем и как это, в принципе, подпадает под определенную характеристику в международном формате, наверное, Алексей Гончаренко не подумал. Так и те, кто принимали эти решения. Как говорится, уже удивляться ничему не приходится после обстрелов Донецка. А вот сейчас вот газовая вышка, которая стоит где-то в Черном море. Кстати, на моем телеграм-канале есть интересное голосование. То есть я организовал по поводу, как вы думаете, какое положение сейчас Украины при Владимире Зеленском. Ну и пока одни с лопатами где-то собираются воевать под Лондоном. Другие, как видите, оправдывают атаку гражданского объекта в Украине. Третьи вручают повестку тройную одному из посетителей кальян-бара. Потому что, видимо, за троих сразу, и за Кулебу, и за Ермака сразу всем повестку, потому что и лопат на всех не хватит. Но я думаю, что соответствующие выводы многие уже в Украине сделали насчет того же призыва. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет. Продолжение следует...